Посмотрим, насколько круто Дора пишет тексты песен, разберем, попробуем что-нибудь научиться. Вдруг какой-то приемчик можно у нее уворовать и взять себе на вооружение. А я, кстати, Вадик Углов, и я самый главный специалист по текстам песен во всем мире. А может быть... Даже и на Ютубе. А если серьезно, я Вадик Углов, и это мой канал, где я пытаюсь сделать мир чуточку лучше за счет того, чтобы в нем было побольше классных песен. Желательно наших... Давайте начнем с маленьких штучек, с фонетики, с рифма, вот с этого, со всего. Мимо, улыбку, узнал. Импульс, безразличен, в тебя. Вот это да, вот это очень интересно. У нее там, конечно, такая артикуляция, что все это узнал, тебя, но не настолько сильно, чтобы это прям была рифма-рифма. Как будто здесь можно чего-то вот улучшить чуть-чуть. Как будто, смотрите, вот это вот простое движение меняет все вообще. Причем это делает песню реально лучше, смотрите. Не влюблена в тебя, а в кого-то может быть еще. Потому что в конце, в русском языке, ставится в конец то, что является важным. Я принес цветы. Что важно в этом? Кто принес цветы? Я принес, может, ты принес цветы. Или, может быть, я принес, а не притащил, или не приволок, или не заказал, а именно принес. Или я принес цветы. Когда в конце стоит, по умолчанию, именно цветы важны. Что я принес не ведерко с говном. То же самое здесь. Я не влюблена в тебя, возможно, в кого-то еще. Поэтому вот это движение отсюда вытаскиваем, и получается, узнал и влюблена. Намного лучше рифмуется, чем есть на самом деле. Меняем легким движением, местами какие-то штуки, и получается у нас рифмовочка. В этом куплете очень все ровненько, очень красиво, мне очень нравится. Давайте дальше. Втюрилась, вкрашилась. Голову, вляпалась. Втюрилась, вкрашилась. Голову, влавилась. Ваши любимые глагольные рифмы. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Или посмотрите мой видос про глагольные рифмы. Я совершенно холодно к этому отношусь. Мне без разницы, как кто ставит куда свои глагольчики, если вы понимаете о чем. Здесь, значит, голова никуда не рифмуется. Но с другой стороны, какая нафиг разница? Самозабвение, влечение, тоже так себе дешевенькая рифма, но она есть. Слабость, тяга. Опять, можно было чуть-чуть здесь улучшить, но это не самое слабое место этой песни, так скажем. Процесс в голове. Гормоны, любовью. Тоже рифмуется с натяжечкой. Очень надо выговаривать определенным образом, чтобы гормоны, любовью, чтобы было много акцента на этих слогах, чтобы чисто за счет гласного вот этого звука хоть чуть-чуть получилась связка рифмованная. Дофамин и адреналин управляют мною, так что извини, но я не люблю тебя, а просто. Ой, ладно. Что касается рифм, тут такое, очень все на тоненького. Можно было нарифмовать гораздо плотнее, гораздо лучше, но при этом использование таких рифм вкупе с артикуляцией делает Дору особенной. Мы узнаем Дору, как только мы ее слышим. И в отрыве от артиста это, конечно, жухлые рифмы, но в совокупности с артистом вроде бы как работает, добавляет какую-то изюмину, которой бы, наверное, не было, если бы было чуть более точно здесь все. Давайте посмотрим какие-то внутренние рифмы и, может быть, другие фонетические приемы. Но ты проходишь мимо. Лови мой каждый импульс. Прикольно. Если бы здесь был еще что-нибудь сотый импульс, но ты проходишь мимо, лови мой сотый импульс. Не знаю, какой-нибудь еще другой. Можно было подумать еще здесь, чтобы сделать полную рифму с этой строчкой. Ты мне не безразличен. Я спрятал ээ. Но я в тебя не влюблен. Не, эх, жалко. Жалко. Здесь нет в куплетах никакой неолитерации. В куплетах нет никаких особо внутренних рифм, которые бы классно нас задевали, кроме вот первой строчки вот здесь. Но в припеве зато в тебя втюрилось, втрескалось, вкрашилось, врезалось, вляпалось. Все литерирует, все красиво. И на этом, собственно, построен припев фонетический. Он еще и на уровне смыслов прикольно выстроен, но на фонетике здесь есть вот эта литерация, которая тащит этот припев на уровне звуков. Давайте на структуру ритмов посмотрим. Мне очень нравится первый куплет, потому что он необычной формы, необычной структуры. Здесь есть коротенький отклик в начале и дальше идет три строчки. Потом снова коротенький отклик и три строчки. Причем они рифмуются. Мимо улыбку узнал, импульс безразличен в тебя. Ну там было не очень хорошо, но в общем мы поменяли тут местами. То есть получается ААБ, ААБ. И здесь такой маленький хвостик, который вначале торчит и помогает нам войти в куплет. Это очень интересная структура. Редко такое встречаешь и всегда очень классно выглядит это. Но почему-то по какой-то причине Дора решила, что ААА, их хватит, не буду больше дописывать. Обленилась, заленилась, не знаю. И не стала продолжать эту структуру. Надо было напрячь немножко мозгу и была бы просто конфета просто здесь. Я понимаю, что песня и так популярная, и так успешная. Но прикиньте, какая она была бы классная, если бы Дора немножечко жопу свою напрягла и сделала вот такую же штуку в остальных частях песни. Почему? Не знаю. Скорее всего, потому что не получилось. И здесь уже все полностью продиктовано идеей, и идея тащит все. И совершенно технически она оформлена некрасиво с точки зрения того, как это ритмически выложено. Понятно, что в песню что черта лысого можно уложить в ритмическую сетку. Но это приходится делать, потому что изначально на входе написано так себе. То есть вот это вот проявление недостаточно развитого навыка текстописания просто. Можно было посидеть, покурить и сделать красиво так же, как в первом куплете. Потому что, ну согласитесь, вот это намного более изящненько, намного более вкусненько, намного более дорого выглядит. Плюс тут еще есть некоторый бридж. В целом, если бы все остальное было ровно, супер выверено, супер оформлено, то вот этот вот чуть-чуть косой бридж был бы прям вообще супер в тему, потому что он ломал бы установившиеся последовательности. А он ничего не ломает, он такой же кривой, как и все, что шло до него. Поэтому он так блекло достаточно выглядит. И он просто выглядит, как будто бы динамика куплета просто просела перед припевом, чтобы припев носил более взрывной характер. Чуть сильнее выделялся на фоне всего предыдущего. Окей, но можно было бы сделать это еще круче, сделать этот контраст еще сильнее, чтобы не только динамика просела, но и структурно была какая-то разница со всем, что шло до этого. Кстати, если бы вы хотели, чтобы я ваш текст разобрал подобным образом, вы можете сходить в телегу, там есть закрепленный пост, в котором перечислены все услуги, в том числе рецензия, где я в видеоформате вот вам пришлю такой видос, где я разбираю ваш собственный текст. Там же есть редактирование вашего текста до доведения, до его конечного состояния, пока вам не понравится, или написание текста с нуля и еще даже другие услуги. Заходите в телегу, ссылка в описании. Если там дороговато, то можете подписаться на Boosty. Раз в месяц мы смотрим тексты подписчиков Boosty, я также их комментирую чуть более кратко, но все-таки прохожусь по текстам, нахожу также возможности для улучшений. И комментирую какие-то сильные стороны текста, которые делают текст классный. Если хотите поучаствовать в движухе, подписывайтесь на Boosty по QR-коду или по ссылке в описании. Синтаксических каких-то штук нет, ну кроме вот этого вот перечисления. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перечисления из десяти просто такая цепочка-цепочка однородных членов. Прекрасно, замечательно, это ли не чудо? Как вы уже поняли, основная штука здесь происходит на уровне развернутой метафоры. Вот этой шутки, которую она туда зашифровала, что лирическая героиня не влюблена в какого-то другого героя, а она вместо этого куча синонимов к слову влюблена. На синонимах, собственно, все и построено. И здесь идет обманутые ожидания в первом куплете, то есть мы думаем, что происходит любовь, потому что человек проходит, лирическая героиня прячет улыбку, значит стесняется, значит, скорее всего, у нее какие-то чувства есть в этом направлении, и еще она хочет, чтобы он узнал секрет. Дальше вроде бы нам еще сильнее на это намекают, а потом идет панчлайн, очень хороший панчлайн. Единственное, что вот здесь мы местами поменяли, чтобы он был еще более хороший, но тем не менее этим панчлайном нам сбрасывают вот это вот, обманывают наши ожидания. Мы думали, что тут все что-то, а потом, а потом снова. Здесь накоплено некоторое напряжение, мы ждем, что сейчас будет какая-то любовь, и нам говорят, а нет, не любовь, ха. И мы такие, что, как так? Обманутые ожидания произошло один раз, а в припеве оно происходит еще один раз, очень изящно сделано, куча синонимов набросано. То есть мы понимаем, что это просто такая шутеечка. Дальше идет куча синонимов, причем здесь есть некоторая вариативность в концовках, врезалась-вляпалась, врезалась-влавилась. В принципе, оно интересно играет вот здесь. Здесь такое слово, оно прикольное вставляет, которое вкрашилось-влавилось, плюс-минус один тот же прием, когда берется заимствование, и происходит его ассимиляция в контексте за счет того, что к нему добавляются формы русского языка. То есть заимствованное англоязычное слово обрамляется приставками, суффиксами, окончаниями из русского языка, тем самым оно приобретает такой русскоязычный характер, который неожиданный для нас в таком контексте, и поэтому интересно. И оно очень легко встает в ряды вот в эти, потому что все остальные глаголы, которые вокруг него стоят, точно такую же форму имеют. Единственное, что корень внутри них русский, причем почти полностью повторяется во втором прогоне, и последнее слово меняется на том же приеме, на котором вот это вот слово. Интересно, можно было подумать над тем, чтобы сюда что-нибудь еще вставить, чтобы трижды повторить, трижды повторить. Всегда круче, чем не трижды повторить. Цепочки из трех решают вообще, потому что у нас почему-то мозг заточен на то, чтобы воспринимать цепочки из трех. Особенно, когда на третий прогон что-нибудь нас обманывает, потому что создается ожидание, что сейчас будет цепочка из трех, а в третий раз фигушка, и вот так. Но здесь она не стала это использовать, но при этом интересно. Видите, мы не только смотрим тексты, но и узнаем механизмы ассимиляции иностранных заимствований в языке. Во втором куплете Storytelling делает то же самое, что в припеве, то есть по сути второй куплет не добавляет ценности с точки зрения динамики происходящего. Это все то же самое, опять она накидала синонимов, только здесь были глаголы, а здесь существительные. Вот и все. То есть там было действие, здесь явление. Снова куча синонимов, тот же самый прием, и это чуть-чуть удешевляет текст, потому что можно было подумать какую-то другую штуку и вставить ее в куплет, чтобы все-таки вот это обманутое ожидание содержалось в припеве, а не в куплетах. Более того, вот этот вот бридж, который здесь, вот эти гормоны, то же самое просто конкретизируется, ничего особо не изменяется. Этот бридж с точки зрения музыки очень классно выглядит, с точки зрения текста он воды налил, потому что это все уже было сказано раньше, ничего нового это нам не добавляет. Опять панчлайн точно такой же, как и вот здесь. Было бы прикольно, если бы было «Я тебя не люблю, но» куча синонимов, потом опять «Ой, извини, все-таки не люблю, но» куча синонимов, и получается мы вроде поймали паттерн, и если бы она третий раз что-нибудь сделала, «Я тебя не люблю, но» и там действительно что-нибудь не люблю, действительно перегорело, или может быть какая-то другая плоскость любви, там не знаю «Хочу» она бы сказала или что-то из этого. Было бы интересно, произошло бы развитие, было бы обман, ожидание, а здесь ничего нет, просто два раза повторен один и тот же панч, два раза повторен один и тот же прием с использованием синонимов, и ничего нового не добавилось, ценности не добавилось, и как будто мы такие «Ааа, очень жаль, хорошо, хотелось бы послушать что-то еще». Так что представьте, насколько был бы крутой текст, насколько была бы крутая песня, если бы здесь она подумала над этими вещами, и немножечко инкрустировала дополнительных штук, которые бы и историю нам подвинули, и персонажа бы там развили, и чувства эти продемонстрировали с другой стороны, было бы намного-намного круче. Но уж есть, что есть, царямба. Ну что, давайте посмотрим топ-3 штуки, которые я бы улучшил в этом тексте. Во-первых, я бы подумал над тем, как бы сделать это более ровно, я бы уподобил второй куплет первому, потому что первый написан очень красиво, очень симпатично, очень структурно, так намного приятнее. Я бы второй сделал в той же конструкции. Второе, что бы я сделал, я бы вот в этой строчке поменял местами то, что называется «тема и рема», новое и уже известное, и поставил бы в конец слово, которое является носителем панчлайна, в котором сосредоточена вот эта вот идея. Потому что все синонимы именно к этому слову дальше идут. Ну и третье, и самое главное, я бы подумал о том, как это развить по-другому. Я бы развил историю, я бы добавил здесь какую-то динамику с точки зрения того, как развивается вот это чувство или что это, отношение героев. Каким-то образом я бы сюда вставил еще что-то. Либо за счет того, что два повтора вот этого панча, что «не люблю, но куча синонимов», «не люблю, но куча синонимов», а на третьем прогоне как-нибудь бы это обыграл с другой стороны. То есть взял бы синонимы из другой плоскости. Либо уже «не люблю на самом деле». Типа «я тебя не люблю, потому что там уже кого-то еще». Или «я тебя не люблю, потому что сколько можно уже». Что-то можно было придумать сюда. В общем, это три вещи. Первая – структура. Второе – панчлайны в сильных позициях, как обычно. И третье – это сторителлинг более качественный, чем он есть сейчас. Избавился бы от этих избыточных повторов одного и того же одними и теми же средствами. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца и не перематывали. Так YouTube понимает, что видео интересно и начинает его показывать людям. А главное – это делает мне приятно. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал и ставьте, пожалуйста, лайк, если у вас есть сердце. Я надеюсь, что Дора нас чему-то научила, что вы чего-то взяли себе в свое творчество из этого разбора, потому что вы классные. Да классные, классные!